Поэтому очень важно, чтобы мы выбирали правильных педагогов для своих деток, чтобы совместные наши труды именно плодотворно влияли на состояние здоровья нашего ребенка. Конечно же, врачи. Врачи – это те люди, мнение которых практически не обсуждается, правильно оно или неправильно. Мы прислушиваемся, мы знаем, что доктор плохого не посоветует. У нас могут быть свои какие-то мнения по поводу того или иного лечения, но все равно, когда ребенок заболел, мы обращаемся к специалисту. Не зря они учились в институте. И нам хочется, чтобы к ребенку был именно институтный подход, чтобы то лечение, которое ребенок получает, действительно оказало влияние на ребенка и нанесло какой-то там вред. Потому что сейчас препараты очень сильные и не хочется к ним прибегать. Ну а чтобы меньше болеть, конечно же, ребеночек должен правильно питаться, правильно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. И, конечно, в питании наших деток должны присутствовать свежие, высококачественные продукты, дополненные витаминами и омегой-3. Рассматриваем немножечко роль витаминов для здоровья человека. Я уверена, что никто спорит, что витамины это хорошо, витамины оказывают благотворное влияние на общее самочувствие, на здоровье, на все органы чувств и все внутренние органы организма человека. Но что же происходит, когда в детском организме недостаточно витаминов? Ну, во-первых, организм начинает их брать оттуда, где они есть. Истощаются резервы организма. А при истощении уже проявляются признаки витамина недостаточности. Снижается концентрация витаминов в плазме, моче, снижается концентрация витаминов в тканях и клетках. Ребенок очень остро будет реагировать на ситуацию стресса. Ну и если не принять меры, то, конечно, это может вызвать уже серьезные заболевания. Такие как анемия, космодиформация, устные нарушения болезней внутренних органов. Ну и вообще нарушения, в принципе, многих органов и систем организма. Так вот, чтобы всего этого избежать, конечно же, как я уже говорила, очень важна профилактика. И чтобы наши детки были довольными не только, когда смотрят на фастфуды в Макдональдсе, но и улыбались при виде зеленых свежих овощей, запеченных либо тушеных. То есть у ребенка с детства формируют привычки правильного питания, будет скобливаться именно позитивное отношение к этому продукту. Вот. И хочется сказать, что действительно выражение, что витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием, это действительно так и есть. Потому что мы никогда не будем замечать, ну как бы нам не бросается в глаза, когда ребенок бодро, активен, мы считаем, что все так вроде как-то и должно быть. Но как только ребенок наш заболевает, и нам говорят, что чего-то в организме не хватает, вот тогда мы берем тревогу и панику, что все-таки оказывается, что-то нужно менять в своем питании. На питание ребенка, конечно, следует обратить более тщательное внимание, потому что главная особенность детского организма, это, конечно же, рост. И от того, насколько он будет гармоничным, полноценным, зависит и, ну, влияет, конечно же, питание на это. Потому что только когда организм получает все необходимое, он развивается в соответствии с возрастом и в соответствии с теми нормами, которые рекомендованы. Немного статистики, очень такие печальные данные, но на сегодняшний день в Беларуси среди младших школьников 17% это детей, которые уже имеют хроническое заболевание, где подростков и того больше. Потому что подростки, те личности, которые уже имеют свое собственное мнение, и сложно их переубедить к чему-то более полезному. Вот, и на своем опыте скажу, что недавно у нас было родительское собрание в школе, и учительница приводила такую статистику, что в нашем классе из 27 человек только 14% находятся деток в первой группе здоровья, то есть абсолютно здоровых деток. Вторая группа это уже группа, которая имеет какие-то наклевываются, в которой проблемы, и третья это группа, которая уже имеется хроническое заболевание. Так вот, конечно, основной процент занимает эта вторая группа здоровья. И становится действительно страшно, потому что к четвертому классу количество деток с первой группой здоровья становится гораздо-гораздо меньше. Ну, я думаю, что все это в наших силах исправлять. Вот, какие же распространенные наиболее заболевания сейчас встречаются у деток. На первом месте это болезни органов дыхания. На втором болезни глаз, на третьем болезни органов пищеварения, ну, и на четвертом это детский травматизм. Со всем с этим можно бороться, если мы добавляем в пищу качественные витамины и минералы. О пользе можно говорить действительно много. Но то, что витамины улучшают зрение, все мы с вами знаем. То, что они повышают сопротивляемость болезням дыхательных путей. То, что они повышают иммунитет. То, что правильно развитие мнения системы формируется. Здоровье костей, зубов и кожи тоже зависят от витаминов и минералов, которые получает ребенок. Ну, и вообще общее нормальное физическое развитие, активность ребенка, его психическое состояние. Ну, хочется сказать, что, конечно же, сейчас с приходом весны учащаются признаки именно весеннего авитаминоза. Если вы замечаете, что у вашего ребенка, либо если у вас нет детей, у ребенка вашей подруги, соседки, наблюдаются слабость или вялость. Если ребенок очень быстро утомляется, даже при незначительной нагрузке. Если у ребенка снижается аппетит, либо просто существуют какие-то нарушения пищеварения. Если у ребенка повышенная бледность кожи, если сухая кожа. Если у сестра замечается, что когда ребенок умывается и чистит зубы, наблюдается кровоточивость десен. Ухудшается зрение, либо просто ребенок чаще стал жаловаться, часто стал жаловаться на глобную боль. Стал каким-то более флаксивым, капризным. Наоборот, днем сомнливым. То это, конечно же, все признаки весеннего авитаминоза. И неправильное питание – это одна из основных причин нехватка, недостатка витаминов в организме. Зимой нам, конечно, сложнее было организовывать разнообразное питание. Дети полезным фруктам больше предпочитают в этот период различные домашние морсы сладкие. Но не на каждом, конечно, столе можно было увидеть свежие овощи, фрукты, сухофрукты, орехи. Во-вторых, конечно же, это качество продуктов. Ведь в зимний период это те продукты, которые уже хранятся некоторое время и, конечно же, при хранении теряют свои полезные свойства. Ну, а если ребенок еще у вас за день перенес какое-то заболевание и нарушены защитные силы организма, организм ослаблен вирусами и бактериями, конечно же, обратите внимание на то, что ребенку в данный момент требуется прием витаминных комплексов. Ну, что нужно знать о витаминах? О том, что витамин может принести не только пользу, но и вред. Если мы принимаем витамин С в избыточном количестве, нарушается сон, появляется осношнота головокружения. Если у нас есть недостаток витамина С, то, как я уже говорила, это кровоточивость диуси, нарушается работа печени, могут появляться даже красные пятнышки на теле. Если в организме не хватает витамина В1, то это страдает нервная система и приостанавливает рост ребенка. А если витамина В1 в избытке в нашем организме, то тут появляется бессонница, раздражительность, снижается масса тела. Я не буду подробно рассказывать про каждый витамин. На слайдах Вы можете посмотреть, на самом деле, сколько продуктов нужно употребить в день, чтобы восполнить суточную норму каждого витамина. Витамин В2. Миндаль, 200 грамм сушеного шиповника, 5 яиц. 5 яиц даже взрослому человеку съесть очень сложно. Ребенку добавить к 5 еще 350 грамм винограда, фисташек, 2 килограмма творога, чтобы получить суточную норму витамина В6. И так, каждый-каждый витамин, сейчас если переводить это все в продукты, это просто получается огромный стол с продуктами. И, конечно же, это все употребить ребенку просто нереально. А кроме того, что витамины у нас содержатся в овощах и фруктах, нам-то, в принципе, больше и взять их неоткуда. Поэтому обязательно можно вводить в рацион витаминные комплексы. Натуральные продукты. Многие скажут, что мы скушаем яблочко, мы скушаем бананчик в магазинах. Но на самом деле в этих продуктах уже содержится гораздо меньше всех полезных витаминов, чем содержалось даже 10 лет назад. На все это влияет экология, потому что объединяется состав почвы, используются химические удобрения при выращивании того или иного овоща или фрукта. Может быть неправильное хранение и обработка. То есть то, что мы покупаем в магазине, нам кажется, что мы покупаем витамины и покупаем хорошие фрукты. Но на самом деле мы себя этим только утешаем. И любой ребенок, даже если он употребляет, если мама старается организовывать максимально правильный режим питания с фруктами, с овощами, с мясом, с рыбой, все равно только 12% это может получиться действительно так, как запланировано. И очень много деток добавляют в свой рацион, конечно же, сладости, снеки, газировку. Хотя мы с этим стараемся бороться и всегда говорим, насколько это вредно. Так вот, даже при соблюдении всех этих правил здорового питания, конечно же, организм нужно пополнять витаминами, потому что съесть суточную норму у всех этих продуктов просто нереально. Тепличные растения, тепличная зелень, тепличные овощи и фрукты, это уже, конечно, не содержит такое количество витаминов. Если на вашем столе присутствуют продукты домашнего производства, то у него, конечно, гораздо больше полезного. Если у вас есть где-то дача, если есть где-то еще бабушки и дедушки, которые могут угостить действительно деревенской говядиной натуральными домашними какими-то продуктами, то это, конечно, пойдет только на пользу. И все это подводит нас к одному выводу, что только принимая ежедневно витамины и минералы и обогащая свой рацион омега-3, мы можем обеспечить своему ребенку полноценное питание, поддержать его организм, чтобы формировался действительно здоровый иммунитет и гармонично рос и развивался наш ребенок. Радует то, что витамины от компании Reflame рекомендованы педиатром России. И это, конечно, не один человек, но в интернете вы можете найти очень много видеоматериалов с выступлением Натальи Таран, это научный сотрудник Института питания РАМ и кандидат медицинских науто, врач-педиатр. Это врач, которая действительно дает советы из практики. Она практикующий врач-педиатр, консультант клиники питания и здоровья. И все ее выступления слушайте на одном дыхании, потому что она говорит настолько близкие вещи, которые, кажется, все мы должны знать. Но слушая ее, лично я для себя всегда отмечаю что-нибудь новенькое. Вот недавно были мы, когда в Нинске, слушали ее выступления. То есть всегда полезная информация. И обязательно посмотрите ее выступления, можно найти где-нибудь в Ютубе или на наших Ютуб-каналах наших лидеров. Хочется сказать, что витамины серии Волнос, они созданы великими людьми. Один из создателей Волнос-витаминов – это шведский профессор, педиатр Тор Линберг. Человек, который занимался долгие годы вопросами изучения питания. Также он писал книги и труды для студентов вузов. Им был создан интернет-портал, который сейчас в Швеции является официальным сайтом. И этот сайт рекомендован, потому что на нем действительно очень хорошо освещаются вопросы здоровья и питания. А в Швеции этот человек действительно великий, выдающийся профессор. Так вот, что он говорит? Что все, что мы съели в течение суток, выводится из организма. Поэтому имеет смысл употреблять витамины круглогодично. С витаминами важен комплексный подход. Если стены вытащить, один кирпичик может рухнуть вся стена. В организме все взаимосвязано. Витамины все нужны. Для симптома белка, для ферментов, участвующих в тканевых реакциях и так далее. Во время болезни потребность витаминах возрастает. Поэтому они очень нужны для укрепления иммунной системы. Так что же входит в состав наших детских wellness-кис витаминов? Витамин А. Витамин А улучшает зрение, повышает сопротивляемость к болезням дыхательных путей. Витамин С. Это, конечно же, один из главных витаминов, которые оказывают влияние на иммунитет. Витамины группы В, которые отвечают за правильный рост и развитие нервной системы, а также познавательные процессы маленького ребенка. Витамин Д отвечает за здоровье костей и зубов. Витамин Е и К влияют на активность ребенка. Кальций отвечает за активный рост. Йод регулирует состояние центральной нервной системы, обеспечивает физическое и психическое развитие. Ссылок необходим для нормального роста и развития. Отвечает за чувство вкуса, обоняние, помогает усваивать витамин А. Ну а также минералы, магний, железо, селен, хром и молитден. Они помогают ребенку эффективно справляться с нагрузками. Поэтому, принимая комплекс витаминов и минералов, ваш ребенок будет получать все необходимое для роста и правильное развитие в зависимости от его рациона. Это мнение Тора Генберга. Я считаю, что таких выдающихся профессоров нужно не только к такому мнению прислушиваться, а выполнять те рекомендации, которые они рекомендуют. Но что же необходимо учитывать при выборе витаминов? Конечно же, обращаем внимание на страну производителей. Обращаем внимание, есть ли сертификат GMP. Стандарт GMP – это стандарт, который на сегодняшний день является самым-самым-самым сильным стандартом из всех известных. Потому что по сертификации GMP проверяется не только качество самого витамина, но стандартам GMP охватывается весь процесс в целом. То есть от производства, от помещения, от состава воздуха, от здоровья сотрудников, непосредственно уже до самого качества и составных ингредиентов витамина. То есть это очень сложный стандарт, и не все компании его имеют. Мы можем гордиться с вами, что наши продукты сертифицированы стандартом GMP. На что еще мы обращаем внимание при выборе витаминов? Конечно же, на состав синтетический или натуральный. И синтетический – это то, что вы сегодня приняли, и завтра от него ничего не осталось в вашем организме. А натуральный состав – это тот состав, который действительно приносит пользу нашему организму. Ну и обращаем внимание на вспомогательные ингредиенты – красители, ароматизаторы. Есть ли у витаминки оболочка, потому что она как таковой пользы не несет, а является лишь такое вот красочное украшение для витаминки. И если сравнивать с нашими витаминами различные комплексы, которые представлены в аптеке, мы можем сами заметить, что красным – это выделено то, что не совсем хорошо, и от чего хотелось бы избавиться в витаминках. Это различные красители, подсластители. То, что мы всегда читаем на продуктах и стараемся это не брать, если мы видим много-много ешек на упаковке, а такие же ешки могут у нас присутствовать в детских витаминках. Вот, поэтому обращайте внимание, что состав должен быть без этих всех добавок. И сравнивая производителей, страны-производители, можно, конечно, выделить, что витамины серии Wellness от Ariflame, они являются действительно победителем, потому что они являются рекордсменом по содержанию витаминов и минералов в одной, именно таблеточки порции 13 витаминов и 8 минералов, они содержат полезный для детских зубов подсластитель ксилит, абсолютно не имеют красителей и ароматизатора, то есть если ароматизатор у нас натуральный, апельсин и лимонное масло, по одной штучке в день рекомендовано принимать, то есть это получается наиболее выгодно. Если вернуть слайд назад, то мы можем обратить, что где-то требуется даже 5 штук в день для деток, до 6 лет, то есть одной упаковочке, я даже не знаю, на сколько дней хватит. И из всего этого, конечно, складывается цена на такой витаминный комплекс. Безопасность – это главное условие, по которому создаются витамины и минералы для деток. И разрабатывая серию ВМС, Арифлэм, конечно же, позаботилась об этом. Никаких искусственных консервантов, красителей, отдушек, генно-модифицированных продуктов и сахара. Как я уже сказала, преимущества наших витаминов налицо. И стандарт GMP, и по всем, по всем, по всем позициям мы, конечно же, лидируем. Более детально на картинке вы видите состав нашего комплекса. Внизу даже есть изображение таблеточки. Те, кто еще не покупал, можете обратить внимание, что она абсолютно такая вот бессветная, без оболочки. У меня ребенок очень их любит, потому что они приятные на вкус. И у нас на столе лежит пачка. Он, когда завтракает, сразу принимает во время битаминку. Сверху запиваем ложечкой омеги и отправляемся в школу. И я знаю, что ребенок мой точно получил суточную норму того полезного, что он должен был получить за день. Хочется отметить, что наша серия, вообще вся наша продукция Wellness, одобрена институтом питания. И Ольга Григориан, ведущий научный сотрудник, так говорит о наших витаминных комплексах. Надо гамотно оценивать риски для здоровья. Приучать детей к витаминам, адаптированным по дозам, клинически проверенным, нетоксичным, сертифицированным всеми уполномоченными организациями. Выбирая витамины для детей, проверьте на репутацию производителя, чтобы понять, доверяете вы ему или нет. И в этом плане Reflame – сильная компания. Я не знаю никакой другой, которая так сильно продвигала бы свои продукты и проводила клинические исследования. То есть это не мысли человека с улицы, это мысли человека, который является экспертом в области диетологии, в области именно питания. Я думаю, к этому тоже стоит прислушаться. И о той дозировке, которую ребеночек должен получать. Для деток старше 3 лет рекомендованы наши витамины. И суточная доза для ребенка от 3 до 9 лет – это 1 таблетка в день. Для деток старше 10 лет – 2 таблеточки в день. Потому что потребность уже, конечно, увеличивается. Редактор субтитров А.Семкин Так, я снова с Вами. Поставьте плюсики на ладилке связи. Спасибо, Оля. Так, значит, мы продолжаем. Остановились мы на витаминах. И, в принципе, все самое важное мы уже с Вами прослушали. Единственное, что по дозам мы определяемся с возрастом ребенка. И рекомендуем 1-2 таблеточки принимать ему в день. Вообще, рекомендуется при подборе витаминов учитывать тот фактор, что ребенок, конечно же, должен получать еще и с пищей витамины. Поэтому в составе детских витамин должно быть не более 50% от суточной нормы. Все остальное он должен получать именно с пищей. Вот. И еще один очень важный элемент, который должен получать любой ребенок, это омега-3. Сейчас на слайде Вы видите фотографию великого ученого, профессора Стига Стена, который принимал участие в разработке нашей зонос-продукции. Но это, конечно же, не все его заслуги. До знакомства с основателями компании профессор Стиг Стен уже имел за своими плечами мощный потенциал. Порядка 12 нововведений, созданных этим человеком и предложено в области кардиохирургии и именно реаниматологии. И в настоящее время есть те разработки, которыми пользуется весь мир. Хочу также сказать, что Стиг Стен номинировал самую Нобелевскую премию. Вот такие вот замечательные умы работают с нашей компанией и создают нашу продукцию в эму. Одной из разработок профессора Стига Стена является инструмент, который носит такое название кодовое «Лукас». Вот этот инструмент способен делать глубокий массаж сердца человеку, даже с крупными габаритами, так скажем. Человек, у которого большая грудная клетка. Часто врачи сталкиваются с такой ситуацией, что не могут запустить сердце человеку из-за именно габаритов больного. Аппарат «Лукас» решает эту проблему. В настоящее время этот аппарат используется в клиниках США, Германии, ну и также пользуется спросом в частных клиниках. Вторым великим изобретением профессора Стига Стена является раствор «Стек Солюшн». Этот раствор называется «Антиконсервант» или, по-другому если расшифровать, препарат для восстановления донорского легкого после транспортировки и хранения. То есть, чтобы донорский орган быстрее пришел в форму для именно транспортации, помещают его в этот раствор. И еще один раствор создан этим великим ученым. Раствор, который позволяет дольше находиться донорскому органу до 12 часов было время установлено как бы раньше, без изобретения этого раствора. Сейчас этот раствор позволяет находиться легкому до 48 часов. И это, конечно, увеличивает время и позволяет транспортировать его даже в любую точку планеты за это время. Ну а что касается нашей продукции, смело уже можно говорить, что продукция достойна считаться великим изобретением профессора Стига Стена. Это коктейль Nature Balance, коктейль, который был разработан для восстановления больных после перенесенных операций на сердце, либо на легком. И с помощью этих коктейлей действительно происходило очень быстрое восстановление организма, и человек очень быстро приходил к своему обычному образу жизни. И отражение пересаженных органов было минимально. Так вот, по мнению профессора Стига Стена, омега-3 является незаменимой жирной кислотой, которая необходима для растущего организма. Они играют очень большую роль в развитии таких вот веселых карапузов. Они оказывают влияние на зрительный аппарат, содержат компоненты строительные для мембра мозга и сетчатки глаза. Также жирные кислоты омега-3 важны для нормальной работы сосудов, ну а вследствие и всей сердечно-сосудистой системы. Ну и, конечно же, омега-3 укрепляет иммунитет, дает тот необходимый фундамент для закладки нормального развития взрослых зубов, кожи, волос. Также известно, что жирные кислоты омега-3 позволяют улучшать память, способствуют увеличению концентрации внимания. Вот, и все это подтверждено научными многочисленными исследованиями. Поэтому, добавляя в рацион омега-3, мы знаем, что наш ребенок получит все самое-самое-самое лучшее. Вот, и слышала выступление одного из педиаторов, рекомендуется деткам принимать омега-3 именно утром, потому что она, можно сказать, заводит мозг, и ребенку, как, например, моему школьнику, легче влиться в учебный процесс, а ребенок не спит на первом уроке, вот, и сразу-сразу заставляет мозг работать. В чем же преимущество омега-3 именно от компании Арифле? Ну, во-первых, то, что он сделан из тушки, а не из печени рыбы. Это очень важно, потому что, ну, сами должны понимать, что печень – это та часть организма, в которой остается все самое ненужное, и если оттуда еще выделять омега-3, то я не думаю, что она будет высокого качества. Вот, и печеночный омега-3, он на самом деле, ну, у него в состоянии превышается А и Д концентрация витаминов, и принимать его нужно курсами. Отсюда вот такое вот заблуждение, что нашу омега-3 также рекомендуют принимать курсами. Вот наша омега-3, она имеет высокую степень очистки, и никаких дополнительных примесей уже не имеет. И этот комплекс очистки на сегодняшний день, он является запатентованным. Запатентованным и проходит следующая стадия. Нейтрализация, обеспечивание, вымораживание, удаление примесей и стандартизация. Не будем тоже долго поглубляться про каждую стадию. Можно сказать, что омега-3, это от компании Арифлейм, является высококачественным продуктом, не содержит искусственных ароматизаторов. Единственный ароматизатор – это натуральное масло лимона, за счет чего любому ребенку очень легко его принимать, очень легко добавлять в салаты, либо просто на хлеб. То есть я знаю, что некоторые детки не могут выпить чайную ложку такого вот жидкого в виде омега-3. Поэтому есть такие родительские ходы. Может быть, кто-то поделится в чате у нас, как он дается ему ребенку именно омега-3. Мы принимали раньше вместе с хлебушком, но сейчас, конечно, вопроса у нас такого не возникает. С ложки спокойно мой ребенок пьет омега. Вот. И что самое интересное, что советская медицинская школа рекомендовала принимать рибий жир детям уже четырех недель жизни. По три-четыре капель два раза в день. Ну а наша омега-3 рекомендуется с трех лет, не потому что детки до трех лет не нуждаются, ну, потому что у нас такие нормы здравоохранения. Принимать ли раньше решать каждому из родителей? Вот. Я скажу, что мы тоже начали гораздо раньше принимать омега-3, наверное, с двух лет. Тогда еще не было омеги в жидкой форме, было только в капсулах. И спокойно мы их очень разжевывали, и нас не смущало отсутствие ароматизатора масла лимона. То есть все у нас было прекрасно. Жевали как жвачку. Потому что капсула, она такая вот из рыбьего желатина, и детки очень легко и капсулированную омегу употребляют. Вот. Ну, советую, конечно, проконсультироваться с педиатром, чтобы он рекомендовал вам омега-3. Ну, еще ни один врач не говорил, что омега-3 – это плохо. Единственное, что нужно определиться с дозировочкой. В чайной ложке омега-3 содержится 1400 мг омега-3. Ну, суточная норма для взрослого человека. Также слышала из последних выступлений 2 грамма. То есть даже одной ложечки для взрослого человека – это маловато. Полторы ложечки где-то можно. Мнение магистра диетологии, специалиста группы разработчиков продукции зонок, сборщик Ульмер. Для маленьких детей обычно рыбий жир выпускается либо в жевательных капсулах, либо в жидкой форме. Мы остановились именно на втором варианте по нескольким причинам. Прежде всего, это из соображения безопасности, так как отсутствие капсул исключает возможность подавиться. Кроме того, жевательные капсулы чаще изготавливаются из дычьего желатина, а компания Reflame принципиально использует рыбий желатин. Поэтому мы очень гордимся, что нам удалось создать чистый, эффективный и безопасный продукт для наших самых маленьких клиентов. Ну, как я уже сказала, есть вариант в жидкой форме, есть капсулированный. Если ваш ребенок не может принимать в жидком виде, то можно использовать капсулки. Только вот нужно наблюдать действительно, чтобы ребенок не увлекся. Потому что они это воспринимают как что-то очень вкусное. Для здоровья детей омега-3 даже более важны, чем для взрослых, так как в детском организме требуется больше омега-3 для строительства клеток мозга. В Норвегии врачи рекомендуют добавить омега-3, начиная с 6-месячного возраста. В основном, в Европе с 3-х лет. Разумеется, омега-3 получать можно вместе и с рыбой, но если вы хотите быть уверены в том, что ваш ребенок получает суточную норму жирных кислот, лучше выбирать рыбий жир. И очень приятно, что компания Reflame имеет такие продукты в своем арсенале. И то, что мы имеем дополнительную скидочку от аптечной цены, мне еще приятнее то, что каждый четвертый продукт мы получаем практически бесплатно. Оформив подписку на своем интернет-магазине, вы приобретаете 3 упаковочки по комнате мне и четвертый, в связи за 6 тысяч белорусских рублей. И таким образом компания нам дает возможность покупать немножечко дешевле, потому что если посчитать суточную инвестицию в здоровье своего ребенка, получается, что стоимость омеги у нас 257 тысяч, это 12 300, если мы не оформляем подписку в день, а если оформляем подписку, то в день получается всего лишь 9 300. Ну а стоимость витаминов и подписки всего лишь 7 100 белорусских рублей с учетом четвертой бесплатной пачки, дешевле за 6 тысяч. Итого в день получается 16 400 рублей. Ну вот скажите, какой маме жалко 16 тысяч на здоровье своего ребенка? Я уверена, что заходя в любой гипермаркет, мы набираем гораздо больше ненужных слабостей, которые так привлекают внимание наших деток. И уже не смотим, сколько они стоят, но захотелось ему, конечно же, мы хотим доставить ему эту радость. Но радость, конечно, должна быть еще и полезной. Поэтому обращайте внимание на здоровые и полезные продукты. Пищевая промышленность и индустрии быстрого питания, конечно же, на сегодняшний день идут бешеные-бешеными темпами. У нас формируются привычки не совсем здоровые. Нас учат кушать Е-добавки и выпивать все это лекарственными средствами. И вот такой генофонд мы оставляем нашим будущим потомкам. Поэтому не живите одним днем, живите осознанно, изучайте сущность питания. Только так можно изменить будущее и, в первую очередь, здоровье, повлиять на здоровье своей семьи и себя. Если мы хотим заложить вот такой вот прочный фундамент, у нас есть с вами необходимые продукты в компании Ари-Кол. И что хочется сказать в завершении. Основатель компании Роберт Афьёпник говорит, «Я глубоко убежден в том, что отличное самочувствие существенно повышает качество жизни. Ослагаемое здоровье – это балансированный рацион, дополненный витаминами и минералами. Общение с близкими, общение с природой – все это тоже очень, конечно, хорошо. Но на следующем слайде вы видите фотографию семейную. Три поколения на ней изображено. Основатель компании – сын его Александр и внучка Клара. Это было у нас опубликовано в журнале дополнительной каталоге Wellness. И сам основатель компании говорит, что вся наша семья принимает, и в том числе маленькая внучка Клара. То есть эти продукты принимают и основатели компании. Они не принимают другие витаминные комплексы. И человек, который имеет такой достаток, я думаю, выбирает для своей семьи действительно самое лучшее. Ведь что такое, есть такое выражение – для себя. Я готовлю для себя. Что-то мы покупаем как для себя. Что-то берем какого-то, когда берем совет, мы всегда спрашиваем, ну аж как бы ты для себя сделал. Поэтому витамины для себя – это витамины серии Wellness. Потому что они выпускались для семьи Афьопников и употребляются всеми представителями этой семьи. Ну и у нас с вами есть такая возможность употреблять качественные витаминные комплексы и укреплять здоровье наших деток. А ни от кого больше не зависит здоровье наших детей. Только мы с вами можем повлиять, только мы с вами можем сделать профилактику и в будущем избежать многих-многих болезней. Поэтому я желаю вам здоровья, я желаю здоровья вашим деткам, здоровья вместе с компанией Арифлейн. Рада была, что вы с нами были до конца. Не отключайтесь, через 4 минутки начнется вторая часть. В 8 часов будет второй блок обучения. Обязательно прослушайте очень ценную и полезную информацию. Ну а я желаю вам всего доброго. Продолжение следует...